14 сентября Киевский национальный академический театр «Опереты» открыл юбилейный 80-й сезон. Почитатели жанра, изголодавшиеся за лето по красочному шоу, наполнили театр. Руководство театра не оставило без внимания события, происходящие в нашей стране. В качестве благотворительной акции на концерт были приглашены четверо бойцов АТО. Это такая благотворительная акция. Театр, скажем так, запросил бойцов и раненых бойцов батальона «Шахтарск» на открытие 80-го сезона. Открытие сезона прошло под лозунгом патриотизма. На входе гостям театра надевали ленточки с желто-голубой полоской и надписью «Еднаемся». Таким образом, «Опереты» заявляют о своей поддержке и о своем неравнодушном отношении к судьбе страны. Также организаторы гала-концертов приготовили для гостей красочные предсказания. Каждый желающий мог узнать, что ожидает его в будущем. Скоро, моя, все твои обожания сбудутся. В новом сезоне театр порадует зрителей нововведениями. Например, теперь билеты можно купить через сайт театра или в информационном бюро. Кроме того, в качестве памятного знака в хайе театра можно приобрести сувениры. Директор театра Богдан Струтинский поделился с нами своими чувствами по поводу открытия юбилейного сезона и того, как это соотносится с ситуацией в стране. Сезон, складная в краине ситуация и, зрозуміло, не хочеться, знаете, каким ощущениям показывать цей величайной суммой. Хочется навпаки свою работу доучиться до того, чтобы сегодня людям было трешки краще. Для участия в галоконцерте был приглашен Александр Кривошапко, звезда «Х-фактора». Сейчас особое ощущение, потому что я чувствую, что я занимаюсь чем-то большим, высоким, очень важным. И, наконец-таки, сегодня, спустя какое-то время, я имел возможность выйти на сцену престижнейшего музыкального учреждения, театра оперетки, и сделать то, ради чего, в принципе, учился. Желающих попасть на открытие юбилейного сезона оказалось столько, что весь зал был заполнен. Галоконцерт начался с исполнения гимна Украины. После чего были представлены номера из разных спектаклей. Роман с малой тестой из оперы Деницетти «Дом Пасквали» исполнил Пётр Стапенко, стажер Академии театра «Ла Скала». Арию мистера Икс из оперетки «Кальмана» исполнил Александр Кривошапко. Помимо этого, в программе были представлены номера из оперы Джузеппо Верди «Тривиата» и «Регалетта», севильского цирюльника «Растини», песни из кинофильма «Ромео Джульетта», Айя Иреде из рок-оперы «Лебера» «Иисус Христос. Суперзвезда». Галоконцерт удался на славу. Посторженные зрители поделились с нами своими впечатлениями. И игра, и музыка, и костюмы. Мы не ожидали такой грандиозности прекрасной. Вообще, очень понравилось. По сравнению с прошлыми играми, галоконцертами, репертуар немножко освежили, обновили, новые номера стали в воде. Очень интересно, актеры, супер. Очень много молодых исполнителей, очень красивых, очень талантливых. Мы с вами многие являли. Поэтому, конечно, этот уровень очень чувствуется. И где-то со стороны, и ощущение такой, ну, настоящего праздника, гордости. Это настолько красиво, феерично, оригинально. Все продумано. Успехи в театру, и в экспенсионной камеры.